Я приветствую зрителей РТВ. Меня зовут Татьяна Бур. Это программа «Что это было?» и главные события уходящей недели обсуждаем с политологом, руководителем политической экспертной группы Константином Калачевым. Константин Эдуардович, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня объявили лауреатов Нобелевской премии 2022 года. Их сразу три. Это признанный иноагентом и ликвидированный по решению суда в России мемориал. Белорусский активист Олесь Беляцкий и Украинский центр гражданских свобод. Как вам такое решение Нобелевского комитета? Взвешенное, понятное, оправданное. Белорусский активист занимался не только правами человека, но и наблюдением за выборами. Работал в аналоге российского голоса, который тоже иноагент. Что касается мемориала, то, я думаю, это демонстрация поддержки российскому гражданскому обществу. Это демонстрация того, что Нобелевский комитет озабочен проблемой соблюдения гражданских прав России. Я, кстати, отмечу, что мемориал, который у нас объявлен иноагентом и который закрылся, сейчас пытается возродиться в новой юридической форме, под новым названием. И можно считать, что это тоже своего рода помощь активистам мемориала, которые хотят продолжить свою деятельность в России, защищая права и свободы человека, но уже в новой организации. То есть, с моей точки зрения, решение вполне предсказуемое, понятное. И здесь даже видна линия преемственности, последовательность. Вспомним награждение редактора «Новой газеты». Дмитрия Муратова. Да, то есть, внимание к России сохраняется. И, очевидно, совершенно Нобелевский комитет, понимая прекрасно, что между Россией и Европой растет пропасть, понятно, что у нас сейчас совершенно разные системы ценностей. Они не забывают российское гражданское общество и гражданских активистов и пытаются так или иначе обратить внимание на ситуацию, сложившуюся вокруг них и помочь им. В том числе, в конце концов, эта премия позволит попытаться еще раз запустить, перезапустить мемориал в России, но уже под другим названием. Сегодня же в день объявления имен лауреатов в Тверском суде Москвы проходил суд по отъему помещения у мемориала. Но можно ли это считать каким-то тоже сигналом Кремлю, если помнить, что среди номинантов называли и украинский народ, и президента Украины Владимира Зеленского, и, кстати, Светлану Тихановскую. То есть это тоже какой-то компромиссный вариант. С одной стороны, невозможно игнорировать происходящее в Украине, с другой стороны, ну как-то такой номинации в лоб все-таки избежали. Ну, было бы странно давать премию мира президенту воюющей страны, тем более президенту, который отказывается от переговоров. Тихановская, мне кажется, сейчас уже вообще не актуальна, собственно говоря, за что и давать премию мира. Да, конечно, вариант выглядит как компромиссный и как такой проброс в будущее. То есть, с одной стороны, Нобелевский комитет не идет на обострение, не занимает позицию той или иной стороны. С другой стороны, дает понять, что проблемы гражданского общества России остаются в центре внимания. И, по сути дела, мы возвращаемся к временам Советского Союза, как мне представляется, временам холодной войны, когда борцы за права человека, гражданские активисты получали серьезную поддержку оттуда, да, и сейчас они продолжают ее получать. Да, понятно, что это чревато. Можно, в конце концов, быть записанным вы на агенты, но главный вопрос. У нас вообще остается возможность в легальном поле, то есть возможность, так сказать, в рамках действия законодательства продолжать осуществлять ту работу, которую проводил мемориал. Вот сейчас мы как раз узнаем. То есть, собственно говоря, я говорю, что мне кажется, что тема перезапуска мемориала, вот, она здесь очень важна. То есть, это не посмертная премия, понимаете, это не букет. А вот мне очень интересно, понимаете, это не венок на могилку, да, не букет цветов, то есть, помним, любим, скорбим. Это, в том числе, проброс в будущее, потому что большинство этих людей не уехали, они остаются здесь, они находятся в России. И очень интересно будет посмотреть, как власть будет на это все реагировать и даст ли им возможность возродиться в том или ином виде. Но есть ощущение, что власть достаточно прохладно реагирует на нобелевских лауреатов. Вот Дмитрий Муратов, главред «Новой газеты», которую, кстати, ликвидировали совсем недавно. Да, где «Новая газета»? Да, и он остается в Москве. Михаил Горбачев, недавно ушедший, который, кстати, был одним из акционеров, да, нобелевский лауреат 90-го года, тоже к нему главная претензия, такую страну развалили с учетом того, что Владимир Путин активно ностальгирует по Советскому Союзу и говорит, потому что это была большая катастрофа. Ну, понятно, что администрация президента мемориал не поздравит, да, ну, как бы, это очевидно, никто этого не ожидал. Но остается один вопрос, то есть, завинничный гаек будет продолжаться или все-таки какой-то коридор возможности сохранится? То есть, где пределы, собственно говоря? Если говорить о мемориале, вспомнить реакцию на его закрытие, многие недоумевали, потому что организация заслуженная, организация уважаемая, в которую входили уважаемые люди, которая несла в себе реальных угроз для нашего политического режима, для нашей власти, многие воспринимали это как перегиб. Вот сейчас возникает вопрос, а дальше что? И очень интересно будет посмотреть, собственно говоря, какие сейчас будут комментарии в официальных СМИ по поводу награждения. То есть, будет ли фигура молчания, то есть, условно говоря, большинство россиян даже не узнает об этом событии, или будет жесткая критика и разговоры о агентах влияния, о пятой колонне и так далее. Ну, кстати, да, интересно, ведь когда Муратова награждали, новая газета еще работала. Да, и, собственно говоря, его даже поздравляли, его даже поздравляли. И, в общем-то... Довольно сдержанно, но поздравили. Сдержанно, сдержанно, но поздравили. Вот мне интересно, какой будет реакция сейчас, тогда можно будет прогнозировать, а что будет дальше. Потому что я-то считаю, понятно, что у нас есть стремление заместить независимые НКО, независимые общественные организации собственными общественниками, да, у нас есть и собственные наблюдатели за выборами, и те, кто у нас защищает права человека, амбудсмены. Вот, но вопрос, а все-таки хоть что-то независимое, хоть что-то от старого гражданского общества у нас останется, и в каком виде? Некоторые строят неутешительные прогнозы и считают, что пространство свободы будет у нас только сужаться. Я-то надеюсь, что все-таки мы низшую точку уже прошли, и пора уже возвращаться к нормализации. Вопрос, мог ли получить когда-либо, ну, до 2022 года, например, Нобелевскую премию Владимир Путин актуален, мне кажется? Я думаю, что Владимир Путин гипотетически мог бы получить Нобелевскую премию, но до 2014 года. Мы этого никогда не знаем. Да, вообще, история слагательная, наконец, не знает, но, в принципе, ничего нельзя было исключать, если вспомнить, собственно говоря, как строятся отношения наши с западными странами в начале 2000-х годов. Вспомните, что говорил Буш-младший о Путине. Я посмотрел его глаза и увидел, ну, и так далее. Да, то есть комплименты так и сыпались. Потом уже произошло некоторое отрезвление после Мюнхенской речи в 2007 году. Был переломный момент. Но до этого были заигрывания, и, в принципе, я вполне допускаю, что если бы история пошла в какую-то другую сторону, в какой-то момент, может быть, для того, чтобы еще больше приблизить нашего лидера к себе, может быть, и Нобелевскую премию бы ему дали, но он пошел своим путем. У нас Россия идет особым путем, как известно. Владимир Ильич Путин выбрал свой собственный путь. На фоне вручения Нобелевской премии мира разговоры о Третьей мировой войне и о ядерной войне возобновились, усилились, я бы даже сказала, на уровне первых лиц. Владимир Зеленский заявил о превентивном ударе со стороны НАТО, о необходимости превентивного удара. Затем его пресс-секретарь пытался как-то эту мысль прояснить, и, кажется, получилось даже хуже, потому что он говорил о том, что превентивный удар имелся в виду до 24 февраля. Ну, Зеленский ведь упоминал 24 февраля. То есть, в принципе, то, что он сказал, можно трактовать двояко. Можно трактовать так, можно эдак, и говорить о том, что его пресс-секретарь просто передернул. Я бы не стал, потому что, собственно говоря, Зеленский как раз и говорил о том, что мы говорили о Западе еще до 24 февраля, примите самый жесткий мир в отношении России, не будет. Они этого не сделали, соответственно, что получили, то получили. Но дальше можно, конечно, трактовать сказанное им по-разному. Он эту мысль сейчас не развивает за него, эту мысль развивает его пресс-секретарь. У нас склонны драматизировать, безусловно. Но, да, мне очень понравилось по тому поводу зрения Захаровой, которая, в принципе, уже превзошла всех советских пропагандистов начала 80-х, про Запад, который хочет сделать ядерную войну, и про Зеленского, который взорвет земной шар. Но я бы не стал драматизировать. Я бы не стал драматизировать. Вы прекрасно понимаете, что у каждого политика могут быть эмоциональные оговорки. Это важная эмоциональная оговорка. В данном случае это было в общении с австралийской аудиторией, отнюдь не с американской, или британской, или германской. Оговорка, безусловно, важная, но сколько можно, знаете, можно искать проблемы там, но стоит вспомнить, что есть проблемы и у нас, и с точки зрения Запада, это мы, шантажеры, ядерным оружием, а не они. Я скажу, что я согласен в данном случае с теми, кто считает, что мы действительно находимся в ситуации худшей с времен Карибского кризиса. Я абсолютно согласен с тем, что угроза ядерной войны реально существует, но если говорить о, скажем, возможностях использования тактического ядерного оружия, я бы не стал преувеличивать, потому что не очень понятно, как против кого его использовать. То есть, условно говоря, то, что сейчас там пишут и говорят, о возможности, скажем, российских ядерных испытаний где-нибудь там в Черном море. Простите, но Черное море – это три страны НАТО. Начнем с этого. Или, скажем, на линии фронта. Но если там использовать тактическое ядерное оружие, то страдает не только украинский наслужащий, но и российский наслужащий. Собственно, как наступать потом по территории, которая будет… По зараженной территории. По зараженной территории. Возникает серьезный вопрос. Но я переживаю, что если контрнаступление украинских вооруженных сил будет продолжаться, и если украинцам удастся отбить Херсон, то действительно, возможно, какие-то действия, связанные с испытанием именно ядерного оружия, России могут быть произведены в качестве последнего серьезного предупреждения. А ведь Россия ядерными испытаниями не занималась уже очень и очень и очень давно. Ну, знаете, конечно, если все воспринимать в рациональном ключе, то кажется, что угроза все-таки невелика. Ну, начнем с того, что если бы Россия использовала ядерное оружие, от нас бы отвернулись и Индия, и Китай, которые нам нужны как экономические партнеры. То есть мы бы лишились всех союзников? Мы лишились бы всех союзников. Никто не хочет такого прецедента, потому что все кинутся делать атомные бомбы, да, все кинутся абсолютно. А потом, если вспомнить, у Индии под боком Пакистана, у Пакистана есть атомная бомба, да, у Китая под боком КНДР. Сейчас отношения Китай с КНДР достаточно прокладны. То есть это не будет как после, условно, Хиросимы и Нагасаки, когда закончилась вторая брова, и все были в ужасе на десятилетие, все ужасно боялись повторения. А сейчас? Ядерное оружие воспринимает себя как оружие сдерживания. Вот если мы откажемся от мысли о ядерном оружии как оружие сдерживания, если ядерное оружие станет инструментом решения тех или иных проблем помимо сдерживания, да, это на самом деле огромный, серьезный мировой кризис. Каждый захочет иметь атомную бомбу. Буквально каждый. Потому что никто не будет чувствоваться защищенным и застрахованным. Так что я думаю, что наше руководство прекрасно все понимает, но в любом случае риторика пугающая. Хотя очевидно, что западная сторона сейчас тоже использует весьма пугающую риторику, и здесь, знаете, нашла коса на камень. Но вот тут же главное понять, вот эта пугающая риторика, это не, скажем, финальный аргумент на случай, если закончатся там все имеющиеся способы вести боевые действия, которые там есть сейчас у России и поставляются Украине, а, например, это приглашение к переговорам, ну, такое жесткое. Безусловно, приглашение к переговорам жесткое, да. То есть, на самом деле, у нас же шаг вперед, полшага назад. То есть, сперва напугать, потом немножко откатить и сделать какие-то миролюбивые предложения, как это сделано от Виенко на днях, да, говоря о том, что парламент России и Украины могли бы сесть и о чем-то договариваться. Но на условиях России. Но на условиях России, в общем беда, на условиях России. То есть проблема в том, что по-прежнему все эти условия, которые предлагаются, Это условия капитуляции, ничего другого. Киев на капитуляцию не пойдет. И дальше возникает вопрос, то есть если ситуация консервируется, замораживается, а если все происходит по корейскому варианту, да, в конце концов нет мирного соглашения, но есть соглашение о прекращении огня, это одна история. А если все-таки мы представляем себе масштабное контрнаступление украинской армии, если Россия почувствует себя не просто уязвимой, если Россия почувствует, что она проигрывает, если российское руководство почувствует, что она проигрывает, что она будет делать. То есть, условно говоря, мы же не можем себе представить военное поражение России, да, с другой стороны, Киев не может себе представить военную победу России. И ситуация вин-вин, ситуация, когда каждая сторона может то, что произошло, описать как свой успех, она, ну вот Илон Маск пытался по этому поводу что-то предложить. Но это тоже не ситуация вин-вин. Это ситуация вин-вин, если Илон Маск немножко подкорректирует свое предложение, то есть скажет, что он, говоря о референдумах, не имел в виду Запорожье и Херсонщину, а только ЛНР и ДНР и Крым. И, слушайте, давайте вспомним прошлый год. В прошлом году уже даже в самой Украине были настроения, что сбросить бы этот балласт в виде ЛНР и ДНР, потому что, знаете, чемодан без ручки, да, вот, то есть что с ними делать, собственно говоря, интегрировать невозможно, интегрировать невозможно, отпустить нельзя, интегрировать невозможно, да, ну что, что с ними делать. Сейчас ситуация несколько иная, поскольку речь идет не только о Луганске, Донецке, а речь идет еще о Херсонщине, Запорожье, Николаевской области и так далее. Ну и Крым Украину назад хочет. Так вот по поводу Крыма, то, что Маск предложил, оно уже не было так уж оригинально. Давайте вспомним, сколько-то лет назад господин Явлинский говорил ровно то же самое и говорил, давайте проведем в Крыму еще один референдум, повторный, со всеми международными наблюдателями под эгидой. Он или не он, но во всяком случае так, чтобы никто придраться не смог. Что получил Явлинский? Плевки, пинки и оскорбления в ответ. То есть как так, это наша территория, какой еще второй референдум, с какого, собственно говоря, перепуга. Хотя, может быть, то предложение сейчас уже, вот с позиции сегодняшнего дня, выглядит не столь уж неразумным, да. Но назад у нас руководство наше сдавать не готово, никак ни в чем проводить какие-то референдумы абсолютно под эгидой ООН не готовы, тем более это даже невозможно. То, что предложил Маск, неразумимо по одной простой причине. Потому что для того, чтобы референдум соответствовал стандартам ООН, во-первых, должны вернуться беженцы. Для того, чтобы вернуть беженцы, должны быть выведены войска. Но должны быть приключены боевые действия, выведены войска. То есть кто из тех, кто покинул Херсон, скажем, или Запорожскую область и уехал в Киев, во Львов или в Европу, вернется, если там будут стоять российские войска? Никто. Так ведь? Так. Соответственно, референдум по стандартам ООН проводить уже нельзя. Беженцы должны вернуться. Беженцы должны быть закончены. Но в любом случае, хотя бы повод для разговоров Маск создал. В этом смысле... А вот как политтехнолог, скажите, зачем он вообще с этим предложением выступил? То есть он выступил как кто? Как человек, который хочет мира. Или, например, как бизнесмен, который хочет нормально работать, зарабатывать деньги, и этот кризис, но он мешает всем, в том числе и компаниям. Ну, мне кажется, в данном случае он выступил в первую очередь как человек, который считает, что каждая человеческая жизнь имеет ценность. Но логика была логика бизнесмена, то есть логика сделок. Давайте заключим сделку с Путиным. Если бы он погрузился чуть подальше, поглубже, то есть, условно говоря, дьявол кроется в деталях. Если бы он начал говорить о деталях, то детали очень простые. То есть, условно говоря, да, можно согласиться с проведением референдумов. Но дальше начинается с условия, которые просто изначально невыполнимы. Невыполнимы никак. То есть, вот хочешь, не хочешь, но они невыполнимы. То есть, он предлагал заведомо невыполнимое. Я прекрасно понимаю его мысль, он просто, я думаю, что ему бы карту еще посмотреть внимательно. То есть, он-то вел речь о том, что, знаете, вот известная формула, которую Израиль использовал, мир в обмен на территории. Ну, можно вспомнить историю. Израиль оккупирует Синайский полуостров, потом отдает его Египту и получает мир. То есть, мы получили эту землю, но не оставили ее себе. Мы ее вернули. А вот голландские высоты, Сирия, Израиль уже не вернул. То есть, Маск, думаю, исходит как раз из того, что можно совершить какой-то размен. Ну, условно говоря, вот там Запорожье, Херсон останется за Украиной. Луганск, Донецк, Крым за Россией. И все на этом и становится. Начнем с того, что он воспринимает этот конфликт России и Украины. А многие воспринимают это как конфликт России и Запада, как конфликт России и НАТО. Ну, в первую очередь, Россия, ты так воспринимаешь. Россия, да, прокси-война. НАТО воюет с нами руками украинцев. Может, НАТО себе позволит проиграть. Может, Запад себе позволит проиграть. Ну, условно говоря, но на этом НАТО закончится. На этом все закончится. То есть, условно говоря, мы же сами поднимали ставки. Может быть, это делали для внутренней аудитории. То есть, может быть, это вообще как бы не касалось внешней аудитории. Только для внутренней. Что мы воюем не с Украиной, а с НАТО. Но мы это заявили. И теперь уже обратной дороги нет. Мосты горят. Потому что та страна тоже не может принять эту логику. То есть, если вы с нами воюете, а мы еще даже не явились, по большому счету. Мы там... Леопарды-2, Украина не получила. Танки, да. Какое-то, допустим, боевые самолеты из США, Украина не получила. Мы очень точечно и выборочно помогли им. Для того, чтобы они могли обороняться. Но не более того. То есть, мы с вами вроде как не воюем. И получается, ситуация Суцванга. Каждый ход ухудшает ситуацию для обеих сторон, с моей точки зрения. То есть, вообще ситуация стала уже тупиковой. Абсолютно тупиковой. Вопрос в том, как можно найти компромисс. Проблема в том, что компромисс, как известно, разрушает мечты. Компромисс – это чье-то поражение. Ну, вот в этом смысле, возвращаясь к заявлениям Владимира Зеленского о превентивном ядерном ударе, политолог Аркадий Дубнов заметил, что, в общем-то, это отличный подарок к 70-летию Владимира Путина, поскольку это дает обоснование военной операции в Украине. То, что он может теперь сказать, что, посмотрите, они хотели по нам ударить. Дубнов прав, потому что, действительно, если это трактовать, это может трактовать именно таким образом, что Украина несла себе экзистенциальную угрозу, и Зеленский сейчас это подтверждает. Вообще, надо сказать, что Зеленский, как политик, противоречив, и его… Но это неопытность? Мне кажется, ну, конечно, неопытность, эмоции. То есть, его обращение к россиянам на русском языке и его отдельные заявления, они просто не стыкуются, не бьются, то есть, они не складываются в единую картинку. И потом, опять же, я понимаю прекрасно, ну, начнем с того, что он демократически избранный политик, и уж точно несет ответственность за Майдан, если что-то прошло, потому что надо будет вспоминать Майдан, и 2014 год, после этого многое что поменялось, в том числе президенты. Но он, как зеркало, и Путин, как зеркало. Понимаете, Зеленский отражает запросы украинского общества. Украинское общество настроено на победу, на войну до победного конца. Инороссийское общество в своем большинстве настроено на войну до победного конца, на победу. Вопрос, как быстро люди начнут трезветь. Я вот по этому поводу сейчас вспоминаю, что, например, массовое антивоенное движение в США началось через пять лет после того, как началась эскалация конфликта. Когда началась Вьетнамская война, уже не когда не просто советников отправили тысяч человек, когда 168 тысяч человек были поставлены под ружье и отправлены во Вьетнам. То есть пять лет потребовалось для того, чтобы начать думать о потерях и издержках. Вот вопрос, сколько еще времени потребуется и российскому, и украинскому обществу, чтобы вот эти потери и издержки осознать настолько, чтобы уже все-таки речь пошла о каком-то компромиссе. Вот если завершать тему людей, которые могли бы поспособствовать мирному процессу, переговорам, Реджеп Эрдоган вновь на сцене. Он созвонился с Владимиром Путиным. Они в очередной раз обсудили украинский кризис. Эрдоган заявлял, что он на сегодняшний день единственный человек, который способен разговаривать и с Зеленским, и с Путиным. А мы напомним, что Зеленский подписал указ о том, что он отказывается от переговоров с Россией, пока президентом является Владимир Путин. Ну и, кстати, вчера довольно удачно прошла встреча с участием Эрдогана Алиева и Пашиняна. И вот вроде бы он опять становится вновь, как и весной, фигурой, которая может поспособствовать. Фигура, которая может и старается. Но начнем с того, что у Эрдогана в следующем году сложны выборы, и ему нужно пакать успехи хотя бы на внешнем контуре, потому что внутри страны у него проблемы экономические нарастают. Лира рекордно упала. Турки ситуацией экономического строения недовольны. Эрдогану нужно показать, что он уважаемый во всем мире лидер, и что он фигура равнозначная Путину, Байдену и так далее. Да, это все очень здорово, но в большей степени ситуация зависит от позиции Индии и Китая. То есть вот кто мог бы прекратить этот конфликт, это Индия и Китай. Вот если бы Индия и Китай завели, не будем ничего покупать со скидками, без скидок, ничего не будем покупать у России, пока не закончится. Все. Простите, но деваться было бы некуда. Пришлось бы искать компромиссы. Но ни Индия, ни Китай этого не сделают. А если бы подобные предложения прозвучали от Си Цзиньпина, я напомню, что Китай все-таки не признает Крым российским. Что было бы тогда? Да, но Китай, с другой стороны, заинтересован в том, чтобы проверить границы своих возможностей. Да, то есть, собственно говоря, опять же, все сейчас заинтересованы в Китае. И, может быть, когда-нибудь придет время, я надеюсь, что придет время для последнической миссии Китая. Может быть, это произойдет после исторического съезда, когда председатель Си еще раз. На третий срок. Да, на третий срок, да, останется. И вот после этого он выступит в роли миротворца. Может быть, пока их тоже все устраивает. Пока их, собственно, все устраивает, кроме одного, возможности применения тактического ядерного оружия. То есть, вот это их не устраивает категорически. А так, в принципе, проблемы России, знаете, они, конечно, с сочувствием относятся. Но из наших проблем извлекут все выгоды, какие только можно, максимальные выгоды. Все китайские эксперты говорят, что Россия выйдет из этого конфликта ослабленной. Это в пользу Китая, конечно, потому что к кому прислониться? То есть, были раньше старшим братом, будем младшим братом. Собственно говоря, попадем в орбиту Китая, Китай это вполне устраивает. Но не устраивает, на самом деле, когда эскалация будет уже, вот дойдет до критической черты, может быть, тогда, может быть, тогда китайское руководство не просто выразит свое недовольствие как-то, говорит, что оно уже выразило в Самарканде, якобы, открыто призовет к переговорному процессу. И, может быть, даже кто-то, наконец, предложит тот план, на котором каждая страна сможет, ну, в той или иной степени, во всяком случае, в большей степени, кто-то в меньшей степени, но объяснить людям внутри, что это наш успех. Константин Эдуардович, что происходит внутри России? В начале весной, феврале говорили о том, что в российских элитах есть условная партия мира и условные ястребы, которые выступают за то, чтобы действовать жестче, больше и так далее. Сейчас как силы распределены? Мы начнем с того, что ястребом объединяться легче. Это ничем не грозит. Да, мы это видим по Кадырову, Пригожину. Это социально одобряемое поведение. Говорить о мире чревато. То есть у нас нет как таковой партии мира. Есть отдельно взятые голуби, разрозненные, большая часть которых, если говорить, то языковым языком. То есть стараются все-таки впрямую вещи своими именами не называть. Есть проблема доверия внутри элиты. И как вы понимаете, как только начнет складываться какая-то фронта, как только начнется критика действий первого лица, как только кто-то заговорит о мире, и вокруг этой темы будут обняться люди, это будет воспринято как риск, как угроза, как нарушение правил со всеми декающими последствиями, с наказанием виноватых. Никто, естественно, голову подставлять не хочет. И есть, я бы назвал это партией здравосмысла. То есть это те, кто молчат. Те предсателлиты, которые не нагнетают, а просто решают вопросы жизнедеобеспечения страны. То есть правительство наше, наше правительство, это партия здравосмысла. Если вы посмотрите на поведение многих губернаторов, ну или некоторых губернаторов, кто-то буквально из штаны выпрыгивает, доказывая, что он ультапатриот, предполагая, что это может как-то сказаться на его карьерных перспективах, кто-то предпочитает лишний раз на темы войны и мира не говорить. Я думаю, что понятно, все люди разные, отношения к происходящему разные, в том числе в элитах. Но если партия Ястребов, она сформирована, она структурирована, с ней все понятно, то что касается партии мира, это скорее мифология, это больше досужие домыслы разных политологов. Есть представители элиты, которые хотели бы, чтобы все это скорее кончилось. Есть те, кто хотел бы, чтобы оно и не начиналось. Есть те, кто, безусловно, выступает за поиски компромиссов, но они будут молчать до последнего, потому что своя рубашка ближе к телу. То есть пока невозможно понять, кто мог бы отнестись. Не, ну можно догадаться, можно даже догадаться, кто, например, кто мог бы в дальнейшем, если вдруг возник вопрос перезагрузки отношений с Западом, кто мог бы выступать в качестве приемлемых фигур. Но я не буду называть этих людей, зачем. Мне кажется, и так понятно, и зрителям тоже понятно, кто те люди, кто воспринимается как, скажем, люди, не педалирующие тему специальной военной операции. А те, кто буквально ставит рекорды радикализма в своих заявлениях, ну, либо кто-то исполняет отведенную ему роль, ну, кто-то старается, понравится первому лицу в расчете на то, что все когда-нибудь вернется. Ну, здесь, опять же, прекрасно знаете про твиты Дмитрия Анатольевича. Вот. Судя по его активности, он все еще надеется на новую рокировку. Я очень надеюсь на то, что хотя бы вне публичного пространства, хотя бы при личных встречах с президентом, кто-то доносит ему правду, кто-то говорит о том, что реально происходит, какие перспективы могут быть, скажем, у российской экономики в среднесрочной и долгосрочной перспективе, если всю эту историю как можно скорее не закончить. Потому что, ну, сейчас этот год был не самый плохой с точки зрения доходов от углеводородов. Но если мы подумаем о среднесрочной перспективе, о долгосрочной перспективе, то все выглядит довольно печально. Стоила ли овчинка выделки? То есть, на самом деле, не начиная, если издержки перевесят приобретение. А издержки нарастают, они очень большие. И я говорю, что очень хочется надеяться, что если этих людей даже нет в публичном пространстве с какими-либо заявлениями о необходимости поиска компромиссов, что эти заявления звучат хотя бы на каких-то встречах с теми, закрытых, да, с теми, кто принимает решения. Если говорить о проблемах, которые вскрываются уже сейчас, явно неприятным сюрпризом стала частичная мобилизация. И те факты, которые вскрылись в регионах и в российской армии, о которых говорят уже сейчас и депутаты, требующие расследования обеспечения армии, на которые выделялись деньги постоянно. И губернаторы уже признаются, что у них нет денег на выплаты мобилизованных. Например, это сделал омский губернатор. Говорит, что у нас дефицитный бюджет, нам нечем платить зарплату. Мы не знаем, где брать деньги. В то же время закон федеральный о выплатах мобилизованным будет рассматриваться после 18 октября. Как вот это все влияет на отношения федеральных элит с региональными? То есть сейчас фактически все время ответственности за мобилизованных легло на губернаторов. Ну что уж там омский губернатор. Глава Коми прямо заявил, что надо урезать социальные расходы. Придется урезать, да, то есть, словно говоря, будем врезать социалку, будем врезать медицину. Понятно, что такие заявления не вызывают энтузиазма у жителей региона. Я предполагаю, что много тех, кто среди губернаторов, особенно тех, кто понимает, что вызовы, угрозы, риски будут только нарастать. То есть на сегодняшний день губернаторы попали в ситуацию, в которой они были с висковидом. То есть когда им сказали, что им расширяет полномочия, решайте проблемы, сами делайте, что считаете нужным. В такую ситуацию они попали с мобилизацией. И понятно, что многие из губернаторов, которые очень старались провести мобилизацию максимально эффективно, даже представить себе не могли, например, вспомнить заявление недавнего курского губернатора о том, что он увидел в воинской части кадрированной. То есть он приехал и ужаснулся. Одно дело людей мобилизовать, другое дело их разместить. То есть, условно говоря, губернаторы увидели реальную картину, в которой рассчитывать на кого-либо кроме себя, увы, не приходится. А средств в региональных бюджетах больше не становится. Дефицит региональных бюджетов будет расти. И понятно, что есть недовольство. Но опять же, точно такая же история. Кто будет публично это недовольство выражать? Ну, кроме Рамзана Кадырова. Ну, или курского губернатора, который смело выступил по поводу... Ну, перевел стрелок на Министерство обороны. Но дело же не только в Министерстве обороны. Дело, может быть, в мобилизационных планах, которые нужно было измерять с возможностями. То есть, собственно говоря, когда выясняется, что форму мыши съели, что выдать форму по размеру невозможно, бронежилетов нет. Сейчас выясняется, что через Турцию пытаются закупить 200-300 тысяч бронежилетов, потому что их нет в наличии, нет нормального вооружения, есть оружие 70-80-х годов. Да и того может не хватать. Возникает вопрос по поводу самих мобилизационных планов. Но кто же будет, собственно говоря, переводить стрелку на федеральный центр? Аккуратненько, осторожненько, можно, так сказать, на военкомов стрелку перевести. Да и то, знаете, как история Хабаровского военкома, которого вроде как уволили, переместили в Магадан, а теперь вернули в Хабаровск. Или история магаданского военкома, которого вроде как уволили, а потом выяснили, что он вывозил заранее, по собственному желанию. Но как бы губернатор сообщил, что вот нашел стрелочник. Ладно, тема стрелочников будет так или иначе закрыта. Но дальше-то что? Вот возникает вопрос, дальше-то что? Потому что, ну, на самом деле, если мы посмотрим на данные опросов, тот же самый ФОМ недавно выдал, уровень тревожности и раздражения в обществе растет. То есть, на самом деле, он реально растет. И кто будет крайним? Крайний будет тот, кто ближе всего к тебе. То есть, крайний будут губернаторы. Губернаторы, я думаю, полностью отдают себе в отчет. Отчет в том, что, на самом деле, вот сейчас стрелочники военкомы, на следующем этапе стрелочником будет губернатор. То есть, это он должен был, но не сделал. Хотя, какое отношение губернатор имел к состоянию тех или иных казарм, тех или иных кадрированных воинских частей, где должны размещаться мобилизованные и проходить подготовку, тайна себя велика есть. В общем, с одной стороны, понятно, что губернаторам сейчас тяжело. С другой стороны, они будут бодриться и сделать все для того, чтобы выполнить свой KPI, показать, что они провели мобилизацию ровно так, как от них того хотели. А что на выходе, вы знаете, как всегда, то есть, движение все, конечность или ничто. Главный процесс, не так важный результат. На выходе вот эти самобилизованные мотаются между регионами, ночуют где-то в лесах, у костров, живут в землянках, в лучшем случае в палатках, хорошо и снедырявых. Кто-то бухает, кто-то от этого умирает, кто-то... Ну, картина, которую мы можем увидеть, если посмотреть на то, что люди записывают, шлют, пишут, о чем они сообщают своим родным, выглядит не очень радужной. Но это невозможно не признать уже на уровне социальных властей, да? Да, и вот на самом деле начинается наката Министерства обороны. Но, как вы понимаете, мистер Абонова у нас фигура неприкосновенная. И я думаю, что в любом случае его будет держать до последнего. У него очень много заслуг. Хотя сейчас выясняется, что пиара иногда было больше, чем реальные работы. В общем, на сегодняшний день было бы очень неплохо, если бы тема перегибов в мобилизации была закрыта. Если бы те, кто был мобилизован вне, скажем, требований к мобилизованным... Ну, то есть у нас есть, например, люди, там, младший состав, сержантский, который, ну, на самом деле до 35 лет только эти люди подлежат мобилизации. Есть случаи, когда мобилизуют и 45-летних. И дальше, чтобы эти люди вернулись домой, и чтобы в отношении тех, кто был мобилизован и останется, были решены все проблемы обеспечения их всем необходимым. Но это такая идеальная картина. А вообще вот эта мобилизация показала пределы возможности системы. То есть, условно говоря, не случайно все заговорили, начиная с Магады Симоньян и так далее, о том, что заканчиваем с ответственностью комитета, комитета по обороне Госдумы, о том, что надо перестать врать. То есть, лакировали, 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 врали, 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 все красиво, все здорово. Вот, сейчас столкнусь с реальностью, и реальность это ожидание не оправдывает. В общем, для начала нужно перестать врать. Во-вторых, нужно все-таки решить проблемы тех мобилизованных, которые не подпадают под критерием мобилизации. И те, кто подпадают, соответственно, решат проблемы обеспечения всем необходимым. Потому что, ну, если эти люди неподготовленные окажутся на фронте, мы просто получим колоссальное количество жертв. И вот тогда, как раз начнется то, о чем я говорил, примитивно, к Америке. То есть, Америка, когда в Америке 168 тысяч человек отправили в Вьетнам, никто не протестовал. Протестовать начали через 5 лет, когда пошли уже из Вьетнама гробы. Причем прошли массово. В общем, я очень надеюсь на то, что сейчас и Министерство обороны, и региональные администрации предпримут все необходимые усилия для того, чтобы не лакировать действительность, не запихивать проблем под ковер, не затыкать рот тем, кто об этом написал, сказал, уж тем более не подвергать их преследованиям для того, чтобы решить проблемы. Реально решить проблемы. А вот вопрос. Заявлять о том, что пора прекращать врать, это гораздо легче, чем быть тем самым губернатором, который стоит перед выбором. Ему либо выполнить спущенные из центра указания, во что бы то ни стало, либо все-таки встать на сторону своего избирателя, людей, которые живут в регионе, поскольку ему, например, переизбираться, он хочет еще продолжить политическую карьеру. И, может быть, действительно сейчас пришло время тех людей, а он не знает, пришло ли время тех людей, которые будут говорить неприятную на правду, либо... Ну, для того, чтобы переизбираться, ему в первую очередь нужно, чтобы Москва его предназначила. Поэтому для того, чтобы губернаторы себя вели иначе, нужно отменить муниципальный фильтр, вернуть реальные выборы, конкурентные, и тогда они будут вести себя иначе, если они будут зависеть от избирателей, а не от федерального центра. Но это фантастика. Сейчас, даже в нынешней ситуации, губернаторы ведут себя по-разному. Ну, абсолютно по-разному ведут себя губернаторы. Так вот, честная стратегия. Одни прилагают всевозможные усилия для того, чтобы у мобилизованных... Чтобы мобилизация походила без перегибов, а у мобилизованных было все необходимое. Вот. Другие перевыполняют план, и радостно об этом рапортует. Кто-то бережет своих людей, кто-то их бережет в меньшей степени. Губернаторы у нас тоже очень разные. Они разные с точки зрения табелей о рангах негласные. Есть те, кто, считая, что у них есть проблемы с предназначением, готовы пожертвовать интересами своих избирателей. Есть те, кто не готов жертвовать интересами своих избирателей. Но при этом все они, в любом случае, в одной лодке. Все они, то есть, так или иначе, но все они выполняют поставленную задачу. Хотя вот недавно прошла новость, что в Республике Алтай никого не мобилизовали. То есть, повестки разослали, а мобилизации как таковой нет. Но с этим надо просто разбираться, что же там такое в Республике Алтай произошло. И, кстати, между прочим, что касается регионов, то, опять-таки, было бы очень интересно узнать, как формировались нормативы. Потому что, если мы посмотрим на проценты мобилизованных, ну, по отношению к военнообязанным, они очень разные. То есть, вот, собственно говоря, все равны, а кто-то ровнее. То есть, почему даже здесь, даже здесь регионы оказались в неравных условиях? То есть... А варианты есть? Откуда это могло быть спущено? Ну, начнем с того, что некоторые пытаются... Ну, начнем с того, да. Ну, во-первых, по поводу мобилизации вы прекрасно понимаете, что с точки зрения интересов фронта... Вы знаете, кого не любили в армии больше всего? Вы как человек, который в армии служил. Я родился в Дальнем Востоке, а вырос в Москве. Вот в армии я забыл, что я вырос в Москве. Я говорил, что я родился в Дальнем Востоке. Больше всего в армии не любили москвичей. То есть, если говорить о жителях мегаполиса, то есть мегаполисов, там, не только Москва, а Санкт-Петербург, Екатеринбург, то, поверьте, после их мобилизации с ней будет очень много проблем. Намного меньше проблем с людьми из сельской местности, намного меньше проблем с людьми из малых городов, намного меньше проблем с людьми из глубинки с точки зрения их потребностей, поведения и тех рисков, которые возникают уже после мобилизации. Не будем эти риски обсуждать, так сказать, оставим за скобками. Может быть, это принималось в внимание, например. То есть, условно говоря, степень, скажем так, протестности региона. То есть, где-то есть регионы абсолютно спокойные и можно дать больший план. Есть регионы, где могут быть серьезные проблемы связанные с мобилизацией, которые выльются в протесты. Да и потом, не каждый мобилизованный представляет... Некоторые мобилизованные могут представлять больше угрозы для своих, чем для чужих. То есть, собственно говоря, и такое же может быть. Дай этому человеку оружие, и что он с ним будет делать. Но в этом смысле на сегодняшний день в условиях боевых действий в Украине наиболее эффективными выглядят Рамзан Кадыров и Евгений Пригожин, да, которым меньше всего вопросов в условиях военной операции. Ну, безусловно, да. Можно ли сказать, что это новые политические фигуры? Просто про Кадырова периодически возникает этот вопрос. Стоит хочет оставаться региональным политиком или уже... Кадырова всегда была политической фигурой. И я думаю, что если говорить о его планах и желаниях, то, наверное, его желание, чтобы в дальнейшем через дню возглавил его сын старший. Я полагаю, что там может быть и престолонаследования. Что касается карьеры самого Кадырова, продолжение, то вопрос открытый. Но сыну его еще надо подрасти, да. Еще немножко надо подрасти, но он его натаскивает. И мне кажется, что на самом деле, с учетом того, как он там своих родственников расставляет, он предполагает, что следующим руководителем республики после Кадырова должен быть Кадыров. А что касается Пригожина, вот он, да, вот он как раз... И Кадыров всегда был политиком, и талантливый политик, талантливый пиарщик, что там говорить. Вот Пригожин, это, конечно, нечто новое. Потому что до этого он все-таки был больше в тени. Хотя ему очень хотелось публичности, безусловно. Отсюда съемки фильмов про подвиги Вагнера. Да, отсюда вот все эти романтизации того, что они делают в Африке. Но так, чтобы вот он открыто противопоставлял себя кому-то, этого не было. А сейчас по факту, ведь он выступает в роли конкурента Министерства обороны. Ну, вот они вдвоем критикуют Министерство обороны. Не только в роли критика, а еще в роли конкурента. Потому что выясняют, что его отряды самые боеспособные. То есть его отряды, как раз, демонстрируют наибольшую боеспособность. И выясняется, что, условно говоря, вот есть регулярная армия, а есть ЧВК. И ЧВК, оказывается... Ну, вот он приобрел этот политический вес в моменте или, когда все закончится в Украине, он все-таки сможет это как-то переформатировать в дальнейшую политическую карьеру? Ну, вы знаете, ведь и его возможности безграничны. То есть, собственно говоря, вспомните его противостояние с Бегловым. А Беглов и на не там. То есть, с одной стороны, фигура Пригожна, кажется, настолько большой сейчас. Человек, для которого нет ничего невозможного. А с другой стороны, вот есть его конфликт с Бегловым. Но Беглов как работал, так и работает. Но с Бегловым конфликт был все-таки до 24 февраля. Ну, ладно, сейчас. На самом деле конфликт и сейчас. И сейчас есть попытки, так сказать, накатать на Беглова. Кстати, многие забывают, что как раз Беглов, еще в 18-м году Беглов заявил, что Санкт-Петербург будет в патриотической столице России с центром патриотического воспитания. Что на самом деле самый высокий уровень патриотизма в России будет в Санкт-Петербурге. Это было еще 4 года назад. То есть, на этой поляне патриотизма Беглов тоже активно работает. Все попытки упрекнуть его в чем-то, например, в том, что там как-то не так мобилизация проводится, или еще что-то, рассыпается от того, что ему, в общем-то, он тоже патриот, турбопатриот. Но в дальнейшем, конечно, риски есть, потому что пока есть Владимир Владимирович Путин как верховный арбитр, это одна история. А если арбитра не будет? А если будет переконфигурация внутри элиты? То есть, как только контроль ослабнет, группировки уже сейчас формируются по интересам. Раньше декруппировки сразу разбивались. То есть, как только выяснялось, что у кого-то есть какие-то слишком уж амбициозные планы, если какие-то люди пытались найти друг друга по теме, а что будет после Путина, эти связки тут же рубились. И сейчас ведь как раз в связи с 70-летием нашего президента вопрос о том, что будет после Путина, становится новой актуальным. В Вашингтон-Пост пишет о сыне Патрушево. В очередной раз пишет о сыне Патрушево. Хотя я очень сомневаюсь, что это возможно по одной простой причине. При живом Владимире Владимировиче, если Патрушево-младший станет президентом, то главным в стране будет не Путин, а его отец, Патрушево-старший. А это недопустимо. То есть, при президенте Медведеве главный был Путин. И в дальнейшем главным должен быть Путин. То есть, президент должен быть обязан именно Путину, а не только своему отцу и Путину, а Путину. Так вот, понятно, что так или иначе возникает вопрос, а что же будет дальше, и кто против кого дружить будет. Кто против кого будет дружить, потому что все это мнение единомышленников на самом деле очень пестрое, очень разнородное. Понятно, что многих уже вычистили, многие отпали. Это мне очень понравилось. Здесь кто-то из неназванных миллиардеров в интервью американской газете жаловался на санкции, и говорил, что на самом деле нас там с санкциями пытаются придавить в надежде на то, что мы совершим дворцовый переворот. А нас во дворец не пускают. Нас не пускают во дворец. Мы не можем совершить дворцовый переворот, потому что мы не можем войти во дворец. Даже если пустили, все бы не смогли. Так вот, есть, понятно, заботенность преемственностью. Да, есть озабоченность тем, что будет дальше. И очевидно совершенно, что есть сторонники ужесточения линии, еще более жесткой линии, там, самого жесткого противостояния с Западом. Есть те, кто считает, что в какой-то момент надо все-таки искать компромиссы. И рано или поздно они разойдутся. И понятно, в каком лагере будет пригожен. На форму транзита власти как повлияет исход военной операции в Украине? Вообще интересно, как в этой ситуации провести выборы в 2024 году. Это, конечно, интересно. То есть, если бы их проводили в этом году, не было бы никаких проблем, собственно говоря. Но все ведь будет зависеть от того, что будет происходить в следующем году. Что будет происходить и с военной точки зрения, и с экономической точки зрения. А самое главное, ведь, да, понятно, что Путин без альтернативен. Но сейчас мы ушли от среднесрочного, долгосрочного планирования. То есть, горизонты планирования сократились. Нам бы еще неделю простоять, месяц подержаться, еще год как-то пережить и так далее. А ведь в любом случае политика – это образ будущего. Политика – это предложение какой-то модели, в которой всем будет хорошо. В любом случае политика не может проходить только на теме консервации. Политика предполагает и перемены. Ну, хорошо, баланс консервации и перемен. И что касается образа будущего, то вот это будет очень серьезная проблема к 2024 году. Ну, а по поводу транзита, да, безусловно, самое вероятное то, что Владимир Ильич Путин снова пойдет на выборы. Но я всегда говорил, что для него это не самоцель. он не может бросить начатое. Он должен это как-то завершить. Но я устал, я ухожу невозможно. Знаете, он может всегда считать, он уже давно, я думаю, устал, но ему все время что-то мешало уйти. Все время что-то не давало. А сейчас, пока не завершится вот эта история украинская, он точно уйти не может. То есть пока она не завершится. А создается впечатление, что она может не завершиться и через год, и через два, и так далее. Ну, если мы вспомним, сколько лет воевали Иран и Ирак, например, если мы вспомним, сколько лет продолжалась Вьетнамская война или Корейская война. Да, собственно говоря, можно вспомнить разные примеры, примеры разных конфликтов. И в том-то и дело, что если уходить, уходить победителем. А получится стать победителем? Вопрос открытый. Константин Эдуардович, спасибо. Политолог, руководитель политической экспертной группы Константин Калачев был в программе «Что это было». Подписывайтесь на YouTube-канал РТВ и новости. Ставьте лайки, комментируйте. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»